ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет! Я инспектор Гаджет, и сегодня вас ждет увлекательное погружение в мир высоких технологий. Так, стоп. Что-то не хватает. А, блин, точно! Внутреннего голоса нет. Я думаю, что-то не то. Ох, да, внутри, знаете? Ну да ладно, надо собраться. Мужики, я не плачу. Тем более инспекторы, если только их за взятки не поймают. А пойдусь как-нибудь без голоса, тем более, что всю грязную работу он уже сделал. Мы ж на телевидении, внутреннего голоса как бы нет, и в то же время он как бы и есть. Гаджет, быть твоим внутренним голосом, конечно, большая честь, и вообще это очень приятно находиться внутри тебя. Но находиться внутри этого концепт-кара CR-Z гораздо лучше. Вот я сейчас со своей красавицей-девушкой возьмем, сядем сюда и поедем смотреть на робота Асимов. Поехали! Как же дальновиден был чешский писатель Карл Чапок, выдумав человекоподобных роботов. А может это инженеры компании Хонда вдохновлялись его произведением? На московском международном автосалоне они представили его прессе и простым зрителям. Асимов расшифровывается как Advanced Step in Innovative Mobility или новый подход к движению. И действительно, движения японского чудо-робота разительно отличаются от перемещений своих механических собратьев. При росте метр тридцать шустрый механизм способен очень точно копировать человеческие действия. Ходить, бегать, подниматься по лестнице, подавать напитки и даже играть в футбол. Его конечности имеют в совокупности 34 степени свободы, благодаря чему движения робота выглядят очень естественно. Он способен передвигать предметы на тележке, перемещаться синхронно с людьми, запросто здороваться с ними за руку. А с помощью встроенных камер Асимов может составить схему окружающей обстановки и идентифицировать находящихся рядом людей, а также воспринимать их жесты. Управление роботом производится с помощью ноутбука по беспроводным каналам связи. Один оператор с легкостью справится с этой задачей. К тому же Асима обучен выполнять задания, полученные с помощью простейших голосовых команд. Сейчас робота используют в основном как выставочный экспонат. Он поддерживает прогрессивный имидж компании Хонда и привлекает к робототехнике пристальное внимание школьников и студентов. А также служит объектом для исследования искусственного интеллекта. Но видится мне недалек тот день, когда, как в песне поется, позабыты хлопоты, остановлен бег, вкалывают роботы, счастлив человек. Слушай, внутренний голос, ты так отлично съездил на выставку. А ты с этим роботом фотографировался? Думаю, очень скоро в Одноклассниках мы увидим фотографию внутренний голос и робот. Блин, опять забыл. У него же выходной сегодня. Ну ничего, я справлюсь. Тем более, что в загашниках еще есть обзорчики. Nokia N78. Как говаривал Козьма Прутков, если на клетке слона прочтешь надпись Буйвол, не верь глазам своим. Точно так же и с Nokia. Какой финский умник придумал называть умные телефоны мультимедиа компьютерами, сегодня уже и не дознаешься. Если на нокиевском девайсе написано «мультимедийный компьютер», то это все-таки смартфон. Хороший, добротный, функциональный. Nokia все-таки. Модель N78 яркий тому пример. Мощный аппарат, который хорошо справляется с музыкой, фото, навигацией, развлечениями, звонками, мобильным интернетом, офисными делами и т.д. и т.п. Конструктивно труба оформлена необычно. На первый взгляд клавиатуры как бы и нет. Только четыре полоски под экраном да кнопка справа. Но если включить агрегат, то выясняется, что эти полоски и есть клавиши. Подсветка под глянцевой черной пластиной высвечивает цифры, буквы и всякие символы. Серебристая кнопка используется для выбора программ из специального меню, где они выводятся в стиле полупрозрачных 3D-плиток. Часть кнопок скрыта под сенсорной пластиной. Ее нужно прожимать, чтобы, например, принять вызов. Для перемещения курсора используется серебристое кольцо. Причем внутренняя окантовка в режиме ожидания мерцает светло-фиолетовым, то становясь ярче, то угасая. Кстати, серединка кольца сенсорная. Курсор можно перемещать нежно ее поглаживая. Короче, очень своеобразно и, честно говоря, не так уж удобно. Привыкнуть, конечно, можно, человек ко всему привыкает. Но зато выпендрились дизайнеры мощно, спора нет. Начинка под стать современному смартфону. Беспроводная связь, возможность работы в сетях 3G, 3,2-мегапиксельная камера с оптикой Carl Zeiss, гнездо для микро-SD-шек. Поддерживаемая емкость до 8 ГБ, между прочим. Смартфон работает под управлением 9-й версии Symbian OS. Но главное, пожалуй, встроенный приемник GPS. Точнее, A-GPS. Если немного упрощать, то это такая специальная разновидность GPS, когда устройство может оперативно загружать дополнительную информацию по сотовой сети. В комплект входит программа для работы с картами Nokia Maps. В целом, работать с навигацией на этом смартфоне не слишком удобно. Сказывается не очень крупный экран. Минусы тоже есть. Как же без них? Во-первых, аппарат какой-то весь пластиковый, как дешевая пластмассовая игрушка. Фи. Во-вторых, глянцевый пластик моментально загрязняется, покрываясь отпечатками пальцев. В-третьих, если смартфон носить в кармане, в сеточке динамиков быстро забивается всякий ссор. Да и сами они довольно хлипкие. Есть риск порвать, например, ключами, лежащими в том же кармане. Из плюсов – несколько занятных фишек. Например, можно сопровождать фотографии геотегами – географическими метками. Имеется интегрированный FM-трансмиттер, который позволяет слушать музыку с телефона на FM-приемнике. В-третьих, владельцу аппарата предоставляется доступ к специальным онлайновым службам, куда можно оперативно залить свои фотки, причем сделать это буквально одним нажатием кнопки. Батарейки в среднем хватает на пару дней активной работы с включенным Bluetooth и Wi-Fi. Для современного коммуникатора неплохо. В режиме GPS аппарат тянет около трех часов. Если только слушать музыку, то примерно сутки. В итоге из реально полезных фишек можно назвать только GPS. Всякие FM-трансмиттеры, как правило, нафиг никому не вперлись. Тем, кто ищет ну совсем бюджетный смартфон, стоит сначала присмотреться к E-серии. Но если там ничего хорошего не нашлось, можно взять этот аппарат. При цене около 13,5 тысяч рублей, эта штука – довольно приличный представитель серии N. Слушайте, ну Ноки это круто! Что скажешь, любитель самсунгов, а? Как я тебя! Ха-ха, внутренний голос! А-а-а, блин, забыл опять, что его нет! Так, мальчик, иди-ка сюда! Стой! Говорить умеешь? Да! Молодец! А можно он туда залезть? На стремянку? Ага! Так, молодец! Скажи что-нибудь! Гаджет! Грубее скажи! Гаджет! Так, стоп, скажи! Гаджет, замолчи! Гаджет, замолчи! Нет, нет, грубо скажи! Гаджет, замолчи! О, отлично! Познакомьтесь, мой новый внутренний голос! Что у нас там дальше? Презентация нового процессора от Intel! Угу, интересненько! Гаджет тут такое творится, настоящая бомба! Intel сегодня, 2 сентября, презентует новую процессорную технологию Intel Centrino 2! Это настоящая мировая революция! Сейчас мы пройдем в павильон номер 11, Мосфильма, и узнаем, что там как! Что же такое Intel Centrino 2? Это новейшая и самая крутая процессорная технология Intel для мобильных ПК! Она объединяет в себе центральный многоядерный процессор, набор микросхем и встроенный модуль для беспроводной передачи данных, позволяющий увеличить скорость передачи контента аж в 5 раз! Сам процессор обладает кэш-памятью не менее 3 МБ, а частота системной шины переваливает за 1 ГГц! Для увеличения времени работы без подзарядки задействованы хитрая технология Deep Power Down и другие средства энергосбережения. Киноманов и геймеров также порадует интегрированный графический адаптер с технологией Intel Clear Video, который и HD Video воспроизводит, и с современными трехмерными игрушками дружит. На презентации все вышеперечисленные фичи были продемонстрированы наглядно, а про остальные возможности новой системы я лично расспросил официальных представителей Intel, и вот что они мне нарассказывали. Мы представили нашу новую мобильную платформу, которая называется Centrino 2. Суть ее, или новизна, с точки зрения потребителя, заключается в отличной графике. То есть мы даем впервые возможность людям посмотреть видео в полнометражный фильм двухчасовой в режиме высокого разрешения на обычном ноутбуке от одной батарейки. И в этом как бы одно из уникальных свойств этой платформы. Кроме этого, платформа обладает большим существенно быстродействием, чем платформа предыдущего поколения. То есть она очень хорошо адаптирована для использования высокопроизводительных систем, для, например, людей, которые увлекаются компьютерными играми. Я должен сказать, что мы сегодня представили не только процессор, а целую платформу. То есть это сочетание компонентов, это процессор, это набор системной логики, который называется чипсетом, и в том числе и беспроводный сетевой адаптер. Но в частности для геймеров есть где развернуться. Например, если брать процессор, то мы представили первый в мире мобильный четырехъядерный процессор. Более того, он как раз таки позиционируется для людей, которые любят интенсивно играть в компьютерные игры, потому что там сняты некоторые ограничения с точки зрения разгона его. Если вы опытный пользователь, его можно разогнать. Кроме того, новая графическая подсистема тоже в некотором роде улучшена для тех людей, которые любят играть в игры, потому что мы добавили несколько универсальных исполнительных блоков. И даже на встроенной графике можно играть в такие, скажем так, популярные игры, не самые производительные, но скорее популярные, типа Guitar Hero 3, которые мы сегодня демонстрировали. Ну и если с точки зрения, скажем так, игры в мультиплеер, разумеется, это беспроводный сетевой контроллер, улучшена частота, скажем так, зона охвата, и в том числе стабильность работы, что позволяет людям, которые играют в режиме сетевой игры, не только, скажем так, передавать данные о том, где они сейчас находятся, координаты, но и в том числе обмениваются, например, речевой информацией, в том числе исключительно по беспроводному интерфейсу. Вот так. Так что я бы сказал, что для геймеров мы бьем по всем трем направлениям. А вот российская компания K-Systems уже подсуетилась и представила полностью рабочие ноуты с новой технологией от Intel. Ну, естественно, мы не могли остаться в стороне от новинок, которые сегодня презентовал Intel. На нашем стенде вполне нормальный аппарат Montevino. По секрету, она у нас в продаже уже месяц. В принципе, по моему мнению, достаточно обоснованный аппарат и по дизайну, и по начинке, и по всему. То есть, все, про что сейчас говорил Intel, там внутри есть. Ну что ж, похоже, Intel снова удалось удивить мир. И вдвойне приятно, что отечественные производители не отстают от зарубежных конкурентов. Вот такие дела, гаджет. Слушай, новый внутренний голос. А у тебя работа есть? Нет. Хм, так может ты у меня на полуставочке потрудишься, а? Ты вроде талантливый. Так, я не понял. Явление Христа народу. Ты, гаджет, ты кого на мое место привел? А ну, брысь отсюда. Спокойно, езди дальше по своим высказкам. Или он, рэп черных хваталок, лучше иди почитай. Да ты вообще кто такой? Ну, мы тут это, белим, красим. Белим, красим? Вот и вали, бели, красим. Вообще, что ты тут делаешь? А ты что? Ты это кто? Эх, до чего люблю свою работу. С вами был инспектор Гаджет. И помните, я докопаюсь до правды. Чмоки, деритесь, деритесь, дети мои. Давай. Молодец. Молодец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok